приветствую дамы господа добро пожаловать на канал archpanzer где мы продолжаем играть в disciples liberation честно сказать я думал что прошлая серия будет последний там мы разобрались с мортис но нет продолжаем играть сколько нам еще нужно играть и я пока не знаю так за кадром небольшие изменения я построил зала грехов улучшил его до максимума он теперь нам дает плюс 20 к инициативе и также я нанял дочь греха ну и мтители прокачал потому что уникальный дочь греха к сожалению палок неравном бою с мортис поэтому пришлось искать ей замену также у нас появилось какое-то новое заклинание чумные земли оскорняет землю на два раунда нанося врага в нечести в урон отравляет цели он чем на земель увеличивается за каждого бойца на кладбище ну не знаю давайте изучим но честно сказать я как-то со скепсисом ко всему этому отношусь потому что мне в принципе стихийных заклинаний по чем хватает так ладно вместо чего возьмем еще вместо чего вот эти молнии бесполезные и вообще они не понравились так здесь у нас черни заря менять ход сражения так это взяли да вот она у нас вечерняя заря а бушующую грозу можно еще на что-то поменять огненная оболочка горит на вой не знаю божественных заклинаний возрождение где-то кстати еще есть но возрождение не помогло бы нам вернуть точку греха потому что она там даже на кладбище не попала хотя склинание полезное возможно где-то его отряды 75 уровне как раз и сторожат до которых мы не дошли так что же мы все-таки было то там в могилы также в могилу есть в труп и нечестивый удар божественный удар что за луч такой был божественный луч аж 2 уровня всего лишь сумерки отмене могущества даже не знаю даже не знаю не минуем урок вот этот взять точечный нет подождите меня что-то было что томатил врагов проклятье отравление кровотечения нет это все никто нечестивый удар вот нечестивый удар мне нужен который цель парализует его вместо бушующей кразы возьмем в итоге у нас есть нечестивый и божественный урон точечный нас есть нечестивый урон по площади у нас есть первородные уроны по площади и по небольшой площади отлично до возвращаемся а здесь и карта кстати не открывается я не могу вернуться никуда это не работает здесь я читать с подземельем ладно активировать все шесть кориделей я тоже начать активировать почему-то бы так висит вот звуки смеха истории с прошлого витают надо перифет пока нас интересом слушать невидимых рассказчиков я еще не активировала коридели но я это сделаю каждый рай должен быть сожжен но я ценю то что ты позволяешь этому раю просуществовать чуть дольше я найду обелиски среда 1 погнали у нас будет первым первым нас будет центом богини крови дыхание приближаясь коридели вы начинаете слышать как внутри него бьется сердце вы подходите ближе прижимаете у к поверхности обелиска за вашей спиной раздается незнакомый голос от знакомой формы не филим в городе богов убить ее интересно какая и всех врагов ну 62 уровень так дочь греха у нас вернулась будем считать что это то же самое только на чуть-чуть ослабла инквизитор 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 ну нет наверное надо инквизитор убирать конечно есть у нас абадон на мать вампиров вроде как уникальный боец достаточно бесполезный получается хотя у нас есть камушков полно и в тылу и нерешительность даешь не знаю не знаю не знаю не знаю лич кстати у нас еще есть можно даже как-то так сделать доповести ослепление сюда взять леча и реча вообще использовал когда-нибудь интересного пас хотя мне нежить не прокачана немало здоровья а с другой стороны мало и мало его все равно не убьют просто какие еще варианты с другой стороны не менее не хочу леча хочу мстителя и мы у нас прокачанный мститель как боец мне нравится чем атакуешь нечестивый первородный просто шанс крита повысить и больше урона по другим расам а давайте так эльмирен ну пусть будет эльмирен двородную защиту навесили интересно это защитит их от арианы эльмирой все так же пол здоровья сдувается а если нечестивыми землями вот этими чумными а ученым кэш поменьше гораздо меньше она это сквернение земли и то есть тут не только урон сама я будет проклята 1 это что-то примерно как кулича наверное не заря а давайте сюда еще накинем им бешенство скорость у тебя не порезалась 5 дойдет авианы надо не дать ему это сделать ищите наставили кирпички это не какая-то кирпичики ну это полка с книгами интересно что она здесь делает отец набрать мой клинок сегодня славный день для битвы почувствуй его гнев удерживать линию обороны отец набрать мой клинок выступим здесь интересно они сами вот этот кусок маны будут отковать или нет он тоже пока подожди нет я такой стой и ты пока стой и стой сами не сейчас подойдут я вас прикрою что нет пусти меня в свой разум я хочу заполучить эту душу спецэффекты что надо тут все поле загрязнили уйди с дороги вроде не тянулась до нашего древа ладно скелетон еще восстанут они многоразовый у нас точнее у них так эльмиран жди и жди и тоже ждем и ты ждем и тоже жди невероятно но и ты жди так а вот ты ты не жди ты такой обалдеть увернулся ты увернулся неплохо они правда думают что одолеет нас считая это предупреждение ну если все такие бои будут то я думаю что за сегодня мы не успеем закончить хотя к причем закончить вообще в достижениях видел одно из достижений достигните 80 левела в игре соответственно это возможно сделать 70 уровень я прикинул даже если бы я использовал вот этот артефакт на плюс 10 процентов опыта я бы сейчас на 80 еще не был то есть играть нам еще много это чтобы я от этой игры устал но ощущение она чуть-чуть затянута кожаные сапоги ладно 1 кредель пол странная сущность вопит и раскалы раскрывает пасть из которой фонтанами хлещет кровь вы поднимаете руки но ничего не чувствуете когда вы оглядываетесь ее больше нет это было нечто и не говори ого осмотри ори коридель активирован ага я даже слышу как внутри него бьется сердце ладно 1 есть так а сюда на что непостижимый чреве средоточено хоть и зеркальное око орудие скверны которые вуаль использовала против мятежников видеть его здесь неожиданно еще неожиданнее слышать его голос могучий не фильм я давно за тобой наблюдаю мне кажется я знаю могиле ватана потом на плане напряжения я чувствовал что за мной наблюдает какая-то темная сила это ты я чувствую это да я здесь и там меня много я вижу твои воспоминания смерть я могу оживить твоего друга вернуть к жизни такого там подвох таких предложений всегда есть подвох я просто хочу развязать узлы смерти так у меня был сохранение ну не знаю это ладно давайте если ты можешь оживить моего друга я должна попытаться хорошо твои друзья живы но если кто умрет возвращайся можно погибшего спутника воскресить серьезно глубин среда точь и вы чувствуете нечто ужасное вы встречали много жутко чудовища даже богов но вам все равно страшно с костюму вы слышите грохочущий голос он предлагает вам воскресить вашего погибшего друга вы хотите верить ему но опыт подсказывает вам что у него есть цена и доброта обходится дороже всего при нам никто не помер можно конечно за мечтом сходить пожертвовать а нет я так делать не буду послушайте может по сюжету еще кто-то собой пожертвует мало ли ладно будем знать ватанг бог камня ну давай ватан символы нобелиски реагирует на ваше приближение хотя они написаны языке ангелов и без труда их читаете ватан бог камня бог предстает перед вами добро пожаловать в бражный зал друзья проходите садитесь у огня наполняйте чаши а потом опустошайте их ватан в той же форме что ты был на плане небрежения ты знаешь про урдву к нам пожаловала странница между мирами вот это все на главное творение космоса наша гордость выпьем за него ватан которого мы встретили на плане небрежения был пугающим если честно а здесь он счастлив вы проходите мимо бога камни кладете руку на коридель разлом ваших ножнах начинает светиться доспех архуса вибрирует остановить остановить ее бог идет за нами да какой же это был 2 к это смесь да давайте тем же состав можно конечно здесь экспериментировать была мысль даже каждый бой брать новых спутников но зачем отряды достаточно слабенькие напротив стоят 62 уровень это не то чего стоит бояться давайте как-нибудь так пока ждем 3-го на один шажочек подойдем легионы вечны провокация на ману попала нормально и нет просто ждем мы ждем и ждем ты ждешь победа или смерть отправляемся в путь сражайтесь за свою честь умри прошлое должно умереть ладно этот раз побыстрее коридель оживает заливая пещеры болезненным светом азат ватан добро пожаловать в бражный зал друзья проходите садитесь у огня наполняйте чаши а потом опустошайте их он как будто затерялся во времени с ним что-то не так не уверен дерется он очень даже неплохо все тело болит у нас еще будет время для драки сперва надо выпить бог камни медленно растворяется в облаке пыли который уносит порыв ветра вам остается только гадать сон это был или реальность скорее всего все таки сон а может и реальность черт его знает но здесь дверь скорее всего откроется когда мы все коридель активируем красивые шлемы кстати такие больше на эльдарский смахивают с вархаммера так ты кто слыни и хранительница потока жизни обелиски впечатлен необычными символами языка ангелов которые складываются в словам хранительница потока жизни едва вы заканчиваете читать как перед вами появляется богиня потока жизни любовь моя что это за нелепые формы это одна из твоих шуток я я не галиан а шутка это или нет я не знаю будь осторожен любовь моя ватан замыслил недоброе он весел и обходителен но он не успокоится пока эльфы не рассеются по земле а ты не погибнешь она говорит о расколе но это было много эпох назад и она виновна в произошедшем не меньше других богов вы кладете ладонь на коридель и ваш доспех имеющий друг наливают с тяжестью кажется они вот-вот заплачут это ты предательница не ватан ты во имя четырех небес успокойся ну слушайте тут уже посерьезнее отряд правда поменьше но юниты помощнее давайте ребят уже могут что-то изобразить хотя половину из них мы 1 так и сдуем уйди здоровье сначала твое тело затем твой разум за все отца мадилавы и не теперь так и мирен можно дать и двух летовых попробовать убить мы и стрелы хотят насытиться выстрел а ей точно оттягивался ну ладно от огня умрешь но 111 хп должен умереть наверное отдава сюда папеллиску немножечко пахнем старые боги укажите мне путь да ребят извиняюсь случилось невероятно место на жестком диске закончилась но продолжаем ничего интересного за это время не произошло и честно признаться я уже не надеюсь что здесь я с точки зрения геймплея произойдет что-то невероятное уже можно было конечно 75-ми но нас не упускают туда смысле 75 уровнями зарубиться на карте а здесь просто обычная зачистка это к сожалению болезни многих тактических игр когда концу игры уже такая набирается критическая масса в отряде позволяющая разносить без особых проблем все что встречается пройдите ближе дети так и опять-таки продолжение вот этого разговора по поводу пропадания сложности так скажем во многих играх хороших сильных играх сделано так что вот этот критическая масса она набирается от равномерно что ли то есть не просто благодаря тому что ты прокачал уровень что там твои юниты прокачали уровень вот вы просто стали сильнее вас стал больше хп там больше сил атаки больше критического удар и так далее а что становишься сильнее чтобы появляются новые заклинания появляются новые юниты которых там не был никогда и появляется там новое обмундирование новые способности то есть вот эта вот сложность которая в конце пропадает она не пропадает под линейно она пропадает вот именно благодаря тому что ты вот развился что появились новые бойцы новые склинания новые техники новые тактики и интерес сохраняется одна из проблем этой игры то что достаточно рано появились допустим мощные юниты четвертого тира да поначалу они конечно были с небольшим количеством хпшки там с небольшой атакой то есть низкого уровня они были и прокачивались вместе с нами но тем не менее они же были сразу но не сразу практически но достаточно рано появились они мать маны поглоти их а с другой страны частью не так и использовалась то есть такой резкий скачок произошел то есть они как бы не нужны не нужны или они там сильные 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 потом бах резко возникает юн 4 тира и все остальные просто не нужны ну да ладно это будем обсуждать когда заканчивать эту игру пока что воюем а сейчас бомба нет сейчас бомба нет давайте ножка маны я восстановлю так это вообще а нет вроде вот что уходишь думает что водолеет не стой уже иду и выходя сюда так древо он сожжет тебя хвала ему пусти меня в свой разум она уже ослаблена смерть тебя не спасет бои вроде бы длинны получаются но и так мелодично звенит и сияет пробуждаясь от вечного сна я победила тебя ватан твоему обману не место в невендере клянусь тебя никто не пытается обмануть во всяком случае не мы довольно лжи невендер станет бастионом красоты мира и гармонии на всех планах бытия все живое объединиться под знаменем любви верно любовь именно это сейчас и происходит напомни почему ты так решила невендер завершён и с его завершением начнется эра освобождение вселенной сам бетризен отправился за всеотцом чтобы привезти его сюда но они вернутся в любой момент не так ли слонель замолкать и улицом вращается тревогой затем она медленно тает и как река утекает в землю образуя лужи воды жутковато так где еще коррителя там нечастивая эссенция еще лежит нормально а тут отряд л-65 уровня тоже нормальным 10000 и это же не автобой да это не автобой борь нестабильные маны летающие бойцы здесь урон у нас получают поэтому давайте 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 что сделаем ладно давай поталь ты давно тебя не брали . греха . греха пускай будет сомневаюсь я конечно что там сундуке что-то полезное лежит давайте посмотрим что-то и жди пока батарея заслужим их кровь ну что тактика одноразовую баталью действия мы пламя что никогда не пока жди пока и ждем и ждем больно правда своих перебивал ну что дракона своего бьешь он кажется замахивается просто взял убил своего дракона так это будет зря пошел то и и и и и что значит забыть истинный путь это еще же урон за каждую клетку получают просто чуть не убил это ты меня надоумил так сходить гадяй да кто где осталось там а мы точечно сможем убить сможем даже можем вот так убить всякой магии здесь смерть уже уже иду познай и как думаете что лежит в сундуке редкий шлем рядом с сундуком а в сундуке может быть заклинание кольчужные штаны колдовской флюс может быть даже немножко лучше чем наше но сейчас это уже прям значение не имеет двойдиный фонтан кстати здесь был раз уж мимо идем давайте отопьем из него так шесть кориделей еще три надо черт возьми а так эти дверь не открывается что нет открылась нормально богиня времени здесь стоит ты чего здесь я начала активировать коридели все именно так как мы и предполагали хотя знание будущего не смягчает боль нет я найду обелиски а это что такое богиня кузня ушки ну давай поговорим вы почти можете поклясться что из высечен что из высеченной из камня приземистой конструкции перед вами доносится какая-то мелодия есть тот кто вашему изумлению гол исходит не изнутри напевает сама скала здравствуй здравствуй милая подойти поближе глаза у меня уже не те только обещай меня не есть я твоему связи не у богиня кузня я чувствую тебе кровь небес что-то за существо я не фильм едини что единение разобщенного сегодня особенный день вот что тебе скажу найти к нам обломки короны гвоздей я смастерю тебе шедевр во мне еще достаточно жара на дно доброе оружие обломки короны гвоздей выходит если найду обломки этой короны гвоздей ты сделаешь мне оружие вот так просто вот так просто то у нас королевской крови милая ты этого заслуживаешь что такое корона гвоздей я бы хотел узнать больше об этой короне гвоздей это корона смоу бетры зен он был творцом невендара а я была его кузней он выдергивал из своей короны гвоздь и я выпекала из него то небо то морских зверей то языки мира ты кузня говорящая кузня как и мои сестры коллекционерша и элкот металлург ношу 100 портал и на все планы творения вот вы кто они славные дамы я уважаю их труд но богиня кузни есть только одна и ты смотришь на нее наверное ты можешь создать очень могущественное оружие прекрасный выбор для моего заключительного творения найди обломки и мы посмотрим что я смогу из них состряпать ну ладно иду если обломки корон сохранился их найду а где их искать 1 2 3 4 ладно они все здесь давайте их поищем так киртаж бог пустоты здесь ведь не открывается надо обходить ладно давайте гвозди поищем почему бы собственно говоря и нет то 68 уровень ладно на сражаться блин 68 уровень не в том плане что это будет сложно это в том плане что на это время надо тратить ну да ладно все все так авиана . по старой доброй традиции выжигаем у них полуотрядом такая она пока подожди баталь на самом деле баталь дамом-то бы не воевали к слову слова легионеры как ты контроль взять plane 2 пробня все лишь осталось но зато долго продержится под нашим контролем долго продержится черташ под провокацией один ход будет наш под провокацией баталии будет один ход я это земля земля это я я един со всем сущим уйди прочь с этих земель я это земля земля это я отдай галиану душу свет его да прибудет с тобой твои муки хвала ему вся те меня следуй за мной не знаю даже не знаю что говорить дарюсь финал игры затянут честно сказать меня даже вот эта тема с поиском гвозди немножко удивили ну какое легендарное оружие мне играть сейчас может предложить объективно есть принципе с легендарным оружием дела так себе обстоят но не только оружием в принципе с легендарными вещами заслужим их кровь игра может предложить когда не знаю осталось играть сколько локации я даже боюсь уже предположить сколько этих локаций будет но явно немного с другой стороны не хочется оставлять что-то недоделанным у нас там кстати коровы до сих пор заперты где-то стоят в котором я не нашел как попасть не на что было рассчитывать ну да ладно что это у нас фонтан мана это у нас у нас мана полная прислушники нежити один обломок гвоздей хранят ладно давайте зарубимся что это буря нестабильной маны а дочь греха давайте уберем а то я все-таки убью случайно мать вампиров но вампиры у нас не прокаченные спрайкл от мира титан титана возьмем шансом крита так ариана получится сейчас им накинуть побольше есть теоретически конечно получается смерть уже рядом освободительница побеждать дракошки приунылия и пока жди батальм баталь батальм тоже что жди пока ай-яй-яй они тоже точка пока не атакующие как титан блик убьешь неплохо битры за есть все сущее да конечно совершенно плохое действие всех подставляю ладно посмотрим не накажет ли меня игра за это как ты подожди давай дружи я тебя не обижу ладно лишь самоубийца решил один а второй я тебя вижу и второй туда же мне нужны души чтобы собрать урожай больно его свет ведет меня бах и почти целый так батальм безродный идет да будет густа твоя кровь да узрит его око истинный путь гейзер пахнул так авиано и без магии нет без магии не убивает а так убиваем эти 2 а вот 2 себе не победить вообще тоже победили уйди с дороги ты вот мне у нас нравится то красивые 4 дракона к сожалению мест не хватает заслуженная кровь так было бы забавно впереди битва так титан забрасываешь вопросу нам нет числа мы воплощение силы промах ничего себе а сейчас рецепт смерти еще ударит негодяй да вроде немного атакует но мерзко полевые латы продолжают выпадать несколько расплавленных и слипшихся вместе гвоздей по всей видимости от обломок был частью более крупного объекта ладно первый гвоздь а здесь на что или отсюда пришел так и отсюда пришел подождите нужно внутрь попасть через врата на внутрь попасть окей или хотя ладно ребят давайте наверное мы еще вот одного бога пустоты бахнем будем на сегодня заканчивать когда вы приближаетесь странные черные кольца энергии поднимаются вверх от кориделя на его основании начертана бог а слово кирташ который переводится как бог пустоты вы поднимаете гул видите перед собой зверя дочь и наэль я внимательно наблюдал за тобой сквозь ткани астральных планов я знаю твою мать она знает меня ты знаешь мою настоящую мать невозможно я кирташ брат кувиюн безликой твоя мать заботилась о нас пока ее не отправили к алтарю вознесения чтобы принести гибель этому миру к счастью она преуспела в этом не хочется разочаровывать тебя но и наэль не справилась она влюбилась в хархуса и невендор был спасен нет коротышка бог пустоты стоит не двигаясь интересом изучает вас вы приближаетесь коридель кладете на него руку перефет хочет чтобы я сражался твоя мать хочет моего поражения доставай разлом и пусть исход битвы решит рука судьбы 62 уровень хотя на самом деле странно почему по улице 65 бегают а за невероятные кири радели киридели киридели сражаются отряды 62 уровня так ладно риана задувай вампиры конечно своей двойной атакой пахнут по нам с другой стороны если чумные земли а чем на землях вообще не убьют не жить и чумные земли уроне наносит серьезно смотрите не снимается к пешка ладно я просто попробую не жить и не новость урон чумные земли ладно интересно заслужим их кровь боль это огонь но при этом вампиры через эти земли не пошли то есть они чувствуют что им больно будет это странно это странно хвала ему как скажешь наш священный свет это наша сила пусти меня в свой разум это я беру на тебя ладно получите не урон или нет как думаете по логике должны вы или нет они пошли нет они не получают урон ну тогда заклинание какое-то совсем бесполезное заклинание 4 тира которая не действует на нежить красным цвет и восходном эх так авиана это бабах бабах прошлое должно умереть добьешь добьет уж на 1100 бахнула правда шпак получила сгиньте отройте тьмы все отец видит все ну ладно одолели невероятного бога очередного да хотя какие-то боги это какие-то жалкие отголоски конец битвы из кориделя начинает звучать странную успокаивающую мелодию если бы вы ничего не знали то могли бы подумать что это песня ангела мама как же я рад касанию разлома впервые за долгое время я снова почувствовал присутствие и на если ты хотел чтобы я пронзила тебя мечом мог бы и попросить я пустота дитя и наэль если бы я предложил тебе это ты бы растворилась в космосе уж лучше прибегнуть к старому проверенному способу ты говоришь как бог но я никогда о тебе не слышала книг написанных обо мне уже не осталось таков путь бога пустоты называй меня киртаж я пространство между планами разделитель ты говоришь о моей матери так будто знаешь ее моя сестра кувиюн и я мы стареем наоборот через много-много эпох когда невендор окончательно погибнет мы родимся когда это случится твоя мать будет заботиться о нас значит мы с тобой семья да интересно я не понимаю ты кажешься мне по рождением магии обелиска но ты точно не иллюзия смертным не понять но я попробую объяснить здесь время остановлено при этом мы находимся в далеком прошлом когда я был намного старше старше чем ты сейчас в мое время ты понимаешь похоже дитя и наэль заслуживает свою репутацию ясно эти коридели помогут поднять на поверхность средоточие это важно для или она я не остановлюсь пока не закончу киртаж уважительно кивает как один воин другому его тело увеличивает становись бесконечно пока он не занимает все вокруг и не исчезает обелиск он изменился прекрасно это значит что у нас получилось а вот хорошо это или плохо покажет лишь время знаете вот если бы сделали так что нужно просто ходить между обелисками тебе там рассказывали часть истории вот просто вообще без боев просто диалоги понимаешь часть истории какие-то интересные моменты как вот сейчас например с этим богом пустоты игра вообще бы хуже бы не стало вот эти вот бесполезные бои они не нужны ну да ладно просто если каждый бой был уникальным то есть действительно заражались там с каким-нибудь боссом с богом пускай это была какая-то обычная модель измененная но он бы там был сильнее какие-то способности блин у вас короче тогда бы это имело смысл а просто вот выпиливать отряды 62 уровня ну не знаю я бы просто послушал истории но это лично мое мнение что вы об этом думаете пишите в комментариях как минимум еще одну серию эти коридели будем активировать я очень сильно надеюсь что в той же серии когда мы коридели активируем те гвозди найдем из короны гвоздей и с этой локации закончим но это все уже будет как минимум в следующей серии сейчас прощаемся всем спасибо кто посмотрел это видео если она вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал это очень приятно и крайне полезно для развития канала еще раз всем большое спасибо и всем пока